Всем привет! Наша съемочная группа находится на одной из самых протяженных улиц Новосибирска. Это улица Бориса Богаткова. Она имеет очень большую историю, здесь очень много интересных мест. Так давайте прогуляемся и посмотрим на инфраструктуру, достопримечательности, рассмотрим варианты недвижимости. Бориса Богаткова протянулась от улицы Большевистской до Волочаевского жилмассива. Улица проходит по территориям Октябрьского и Дзержинского районов Новосибирска. Ее протяженность составляет 5 километров и 780 метров. Ранее она называлась Локтевской. В 1957 году переименована всесоветского поэта и героя Великой Отечественной войны Бориса Андреевича Богаткова. Он погиб в 1943 году. Поэт песни поднял свой взвод в атаку. Посмертно награжден Орденом Отечественной войны первой степени. Борису Богаткову было всего 20 лет. В Новосибирске в его честь назвали улицу и был установлен памятник. Неподалеку от памятника Борису Богаткову через дорогу расположен сквер Государственной публичной научно-технической библиотеки СОРАН ГПНТБ. Здесь можно прогуляться и хорошо провести время. Идем дальше. Совсем рядом с улицей Бориса Богаткова на Ленинградской 75 работает Октябрьский рынок. Здесь можно приобрести все, что пожелаете. Фрукты, овощи, мясо, товары для дома и многое другое. Сегодня в районе улицы Бориса Богаткова очень хорошо развита инфраструктура. Здесь есть все необходимое для жизни и отдыха. Работают много различных магазинов, аптек, отделений, банков, заведений общепита, медицинских центров, поликлиник, спортивных залов и салонов красоты. На Борисе Богаткове, кстати, находится одна из самых старейших школ Новосибирска. Раньше здесь работало мужское приходское училище. Здание было построено в 1912 году по проекту архитектора Андрея Кричкова. Улица прекрасно подходит для семей с детьми. Здесь много садиков, центров дошкольного развития и школ. Жилой фонд очень разнообразен. Можно приобрести и частный дом, и коттедж, и квартиру в готовом доме, и новостройку. Здесь строится жилой комплекс «Романтика». Его возводит один из самых надежных застройщиков Новосибирска. Проектом предусмотрено 562 квартиры. Есть все – от студий до пятикомнатных. Также во дворе построят современную детскую площадку и двухъярусный парковочный комплекс на 298 машин. А это жилой комплекс «Новоселье». В доме будет 15 этажей. Квартиры сдаются под чистовую самоотделку. Большой плюс – транспортная доступность. Дом расположен всего в пяти минутах ходьбы, станция метро «Золотая Нива». На улице Бориса Богаткова работают два офиса агентства недвижимости «Жилфонд». Специалисты каждого из них очень хорошо знают особенности местного рынка недвижимости. Сотрудники офисов на Бориса Богаткова 203 и 252 всегда готовы дать подробную консультацию и провести показ интересующих вас вариантов. Обращайтесь в любой из офисов «Жилфонда». Офисы находятся на территории микрорайона «Золотая Нива». Это, пожалуй, один из самых благоустроенных микрорайонов Новосибирска. Я насчитала здесь 12 детских садов и 6 общеобразовательных школ. Тут просторные дворы, детские площадки, много мест для прогулок. Работают магазины, сервисы по доставке готовой еды. Открыты спортивно-оздоровительные комплексы, медицинские центры и салоны красоты. В микрорайоне «Золотая Нива» есть генотеатр «Горизонт». Он находится на Бориса Богаткова 266. Впечатление от улицы самое, что ни на есть положительное. Наша съемочная группа во время прогулки по Борису Богаткову прекрасно и с пользой провела время. Мы познакомились с памятником поэту и герою, в честь которого названа улица. Увидели старейшую школу Новосибирска. Здесь есть недвижимость под любой вкус и кошелек. Если вы планируете переезжать, обязательно рассмотрите варианты на Богаткова. На этом пока все. Увидимся в следующих роликах. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!